МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие министерства следят за соответствующими ведомствами в других государствах? В результате у меня получилась социальная сеть министерств иностранных дел, охватывающая весь земной шар. Построив эту сеть, я сумел ответить на самый важный вопрос. Кто самый популярный ребенок в классе? Иронизирует журналист и раскрывает карты. Похоже, США и Британия здесь лидируют. Помимо параметра популярности, Айлон Маннер при составлении рейтинга учитывал и такие параметры, как возможность распространять информацию и быть посредником в ее передаче. К странам, получившим самые высокие баллы по всем трем параметрам, относятся Швеция, Россия, Польша и Израиль. Цитата. Было бы интересно выяснить, знают ли министерства иностранных дел о том, какие заметные позиции они занимают в данной сети. Например, знает ли МИД Эквадора, что он является центром передачи информации для стран Южной Америки? Если это так, то используют ли министерства данную информацию при проведении своей цифровой дипломатии? Вопросом. Айлон Маннер завершает свою статью. «Я вербовал таких, как Сноуден в России». Под таким интригующим заголовком автор журнала «Политико» Джек Дивайн предлагает материал о некоторых особенностях работы спецслужб со своими потенциальными жертвами. Цитата. «Мы с коллегами в ЦРУ долгие годы старались выявить таких индивидуумов, которых можно было бы уговорить раскрыть секреты своей страны. Это люди самовлюбленные, не реализующие в полной мере свой потенциал. Такого человека можно превратить в болтливый источник информации о лагере противника и других вражеских объектах», признается автор и продолжает. «Мы понимали, насколько ценно для каждого аспекта нашей внешней политики знать планы и замыслы наших врагов. И лучше всего решить эту задачу можно было путем поиска источников и использования людей типа Сноудена, который запросто раскрыл секреты Агентства национальной безопасности. Так кто же такой Сноуден? Грешник, святой или нечто посередине?» Цитата. «Никакая страна не сможет долго существовать, если не будет хранить в тайне свою секретную информацию, а также сливать за борт из системы таких людей, как Сноуден. Как только мы признаем данный принцип, для нас станет необходимо, чтобы наши ведомства из сферы национальной безопасности привлекали к ответственности государственных служащих, если те нарушают правила», – уверенно заявляет автор «Политику». «Пессимизм – залог успеха немецких предприятий», – пишет «Атлантика». По информации издания, с 2004 года в трех случаях из четырех прогнозы немецких компаний на ближайшие полгода стабильно ниже оценки текущих условий. Индекс доверия немецких руководителей многое говорит об их менталитете. Цитата. «Пессимизм в данном случае, пожалуй, все же слишком сильное слово. Пессимистическое отношение к будущему подразумевает отказ от инвестиций в исследования и модернизацию средств производства. Но все было как раз наоборот. Речь идет скорее об осторожном отношении к будущему с учетом циклического развития экономики и понимания того, что благоприятная ситуация не может существовать бесконечно», – говорится на страницах издания. «У пессимистического взгляда немцев на будущее существует давняя история, которая выходит далеко за рамки последних двух десятилетий», – пишет автор. «В основе немецкого экономического мышления лежат два элемента – гиперинфляция начала 20-х годов и долгий период существования на границе стран Варшавского договора. Два этих фактора постоянно напоминали немецкому руководству о том, что завтра все может резко поменяться, и что к этому на всякий случай стоит подготовиться», – завершает статью «Атлантика». В завершении выпуска материал «Атлантик» издание провело исследование того, как условия жизни влияют на рост человека. Цитата. «Результаты исследования, опубликованного в журнале Oxford Economic Papers, оказались впечатляющими. Средний европейский мужчина стал примерно на 11 сантиметров выше в период с 1870 по 1970 год, прибавляя в росте примерно по сантиметру за десятилетием», – говорит автор и перечисляет удивительные факты того, как условия жизни влияют на человеческий рост. Например, дети белых воротничков и грамотных матерей были выше ростом, так как в этих семьях имели доступ к здоровой пище и знали о сбалансированном питании. Чем больше было детей в семье, тем они были ниже, так как скученность способствует распространению респираторных и желудочно-кишечных инфекций. Но условия изменились. Женщины стали получать образование, снизилась рождаемость. Корреспондент иронизирует, в 20 веке европейцы построили современное общество и в результате были вынуждены покупать себе более длинные брюки. Но если исходить из того, что наш рост зависит от условий нашей жизни в детском и юношеском возрасте, то тогда следует уделить должное внимание вопросу о поразительном сокращении роста американцев, замечает автор в конце статьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова